Здравствуйте! В эфире выпуск в студии Вера Ионкина. Сегодня в программе подведем итоги уходящей недели. Цены на имбирь. Президент отметил, что понимает людей, у которых накопилась усталость из-за нахождения в четырех стенах. Но нужно выдержать это испытание. Следующие 2-3 недели, по мнению Путина, будут определяющими в борьбе с коронавирусом. Президент отметил указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Такие выплаты будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне. Второе. Также в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно. Но здесь важно подчеркнуть, на чем хочу остановиться подробнее. Когда предлагал это решение в послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости. То есть, семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получить выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих просели, нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам. Поэтому для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий, не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Третье. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после первого марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособия по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения. А именно в размере МРОД 12 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке. Как уже говорил, особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Тем временем коронавирус продолжает свое коварное шествие по российским регионам. На минувшей неделе значительно прибавилось зараженных хампасной инфекцией во Владимирской области. Почти 40 человек находятся на карантине, среди них и врач скорой помощи. Сообщается, что женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, ее дыхание контролирует аппарат искусственной вентиляции легких. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин назначил дополнительные выплаты медикам, спасающих земляков от коронавируса. У мной подписано распоряжение о дополнительной выплате врачам, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу в соответствии с теми мерами федеральной поддержки, которые определены правительством и президентом. Речь идет о той категории, которая работает в режиме повышенной готовности и работает с теми, кто попал в зону риска по заражению коронавирусной инфекцией. Кроме этого, хочу подчеркнуть, что в этом распоряжении есть группа медицинского персонала, которые не упомянут в формах федеральной помощи. Это лаборанты и водители скорой помощи. Если говорить о водителях скорой помощи, то ежемесячная сумма доплаты к их заработной плате будет составлять 10 тысяч рублей. Если говорить о лаборантах, которые работают в лабораториях и определяют тест анализа больных с коронавирусной инфекцией, то сумма такая же, как выплачивается врачам. Это более 22 тысяч рублей. Министерство обороны по поручению Владимира Путина оказало помощь Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом. Три рейса доставили в страну 24 военнослужащих, а также 5 единиц военной и специальной техники. Ранее Минобороны направила помощь для борьбы с опасной инфекцией в Сербию, Италию, Китай и США. Тем временем в некоторых регионах России сохраняется дефицит на средства индивидуальной защиты. В том числе на медицинские маски. Оказание помощи другим государствам, по оценкам ЛДПР, в настоящее время недопустимо. Тем более на безвозмездной основе. ЛДПР выступает против того, чтобы оказывать на безвозмездной основе помощь другим государствам. К сожалению, они проводят недружественную политику в отношении России. И, конечно, это вызывает большие вопросы, особенно у наших избирателей в регионах, которые мучаются от отсутствия масок, от отсутствия дезинфицирующих средств, от отсутствия элементарной медицинской помощи на местах. Мы знаем, что система здравоохранения в регионах, особенно в сельской местности, оставляет желать лучшего. И, конечно, в первую очередь нам нужно помогать своему собственному народу, как в борьбе с коронавирусом, так и просто в борьбе с обычными заболеваниями, которых в России очень много. И люди зачастую оставлены на произвол судьбы, то есть брошенные властями, брошенные системы здравоохранения и не получают необходимой медицинской помощи. Мы, депутаты ЛДПР, регулярно получаем обращения от наших избирателей с жалобами на качество организации медицинской помощи. И по своей линии всегда всем помогаем, пишем депутатские запросы, заставляем чиновников обеспечивать медицинскую помощь надлежащим образом. Вместе с тем мы понимаем, что сейчас в Европе работают наши военные медики, военные специалисты, которые помимо того, что помогают европейцам в дезинфекции, в помещениях и так далее, они собирают информацию о том, как распространяется вирус, о том, какие средства борьбы с ним эффективны. И в том случае, если, не дай бог, все-таки эта эпидемия распространится в России, тогда опыт, приобретенных нашими военными медиками на чужой территории в Европе, может пригодиться для борьбы с этим вирусом на территории нашей страны. Поэтому в этом смысле это не столько помощь, сколько изучение путей распространения вируса и способов эффективной борьбы с ним. По распоряжению главы региона в Хабаровском крае усилен контроль за транзитными пассажирами. Сергей Фургал лично проверил на автобусном и железнодорожном вокзалах краевой столицы соблюдение ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Также губернатор побывал в аэропорту Хабаровска, где оценил степень контроля на внутренних авиарейсах. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, директор. Маска и перчатка? Да. Всегда? Всегда. Без исключения? Без исключения. Спасибо. А как у нас сотрудники полиции? Так же. То же самое? Конечно. Руки спрятали на всякий случай? Тоже перчатки? Конечно. Спасибо. Изменилось что-то у вас с момента работы объявления? А что изменилось? Попали продажи. Это понятно. Сократились рейсы, отмены. Аэропорт пустой. По сколько вы работаете времени? Ну, все так же пока работаем. С 8 до 8. Средства, наверное, в полном объявлении? Да, конечно. Перчатки? Дезинфицирующие средства, перчатки, масочки. Все, все, все это и есть. Все хорошо. Ну, скажите, а как вот у вас проходит сама вот регистрация? Вот подходит человек, да? Или группа? Все, по-прежнему ничего нет. То есть никаких изменений? Группа зашла, выстроили себе очередь, прошли регистрацию, ушли, да? Ну, они должны метр, дистанцию соблюдать. Так, а вы соблюдаете этот метр, нет? У вас где-то есть пометочки? Я попрошу все-таки сделать... Нет, мы просим пассажиров, чтобы они соблюдали стомат. То есть вы четко за этим наблюдаете? Да. Ну, нужно объяснять людям, что это необходимое мероприятие, которое действительно нужно, да? Да, конечно. Ну, ничего, скоро будет наплыв. 19-й поликлинике. 19-й поликлинике. А должности какие? Врачи-терапевты-стоматологи. То есть мы привлекли сегодня всех? Да. Мы сегодня всех привлекли. Вы тоже медик у нас? Да. Девочки, ну расскажите, вот чем вы занимаетесь? У нас есть такие аппараты нам дают, тепловизоры, которые нам еще не поднесли, мы ждем прилету самолета. И вот при помощи этих аппаратов... Вы принимаете внутренние рейсы и иностранцев? Нет, только внутренние. Нет, только внутренние рейсы. Значит, правило такое. Подходит гражданин прилетающий. Все должны стоять полтора метра друг от друга. Подходит к столу. С ним проводятся беседы. Первое спрашивается, откуда прилетел. Мы же знаем рейс какой. Рейс у нас записан. Послушайте, а можно там с Новосибирска до через Москву. То есть обязательно спрашивается, откуда прилетел гражданин. Второе спрашивается, был ли он последний. В последние две недели за границей. Третье ему должна выдаваться памятка. О самоизоляции. Под роспись. То есть все это разъясняется, дается под роспись, а корешок остается у вас. Дело в том, что могут прилетать не только жители Хабаровского края. Раз. Второе. Северные территории. Два. Если у нас сегодня прилетают северных территорий, если у нас сегодня прилетают с других регионов, они должны попадать в обсерватор. Для жителей Хабаровска мы выписываем самоизоляцию, и он обязан сесть на самоизоляцию. Мы его можем проконтролировать, проверить. А что мы будем делать, если он с Ульского района или с Охотского? Мы обязаны этого пассажира идентифицировать и отвезти в обсерватор. На 10-е сутки в обсерваторе берем анализ, на 14-е сутки второй анализ, и если все хорошо, выписываем этого человека. Второе нужно организовать именно по больничным листам. Чтобы сразу те, кто нуждается в больничных листах, это тоже получать. Люди должны быть предупреждены, люди должны пройти термометрию. Соответственно, если есть признаки возникновения заболевания, они могли прямо на месте получить помощь. То есть их могли взять, госпитализировать, провести анализ. Но самое главное, что люди должны попасть на самоизоляцию. Это первое. Второе. Если прибывают в Хабаровск, не проживающие на территории Хабаровска, в каких-то регионах сюда, они должны быть доставлены в обсерватор и пройти там 14-дневный карантин. Многие недобросовестные работодатели, зная, что через аэропорты сегодня сложно провести людей, которые на вахте приезжают, могут везти их поездами. Поэтому проверка документов, прописочка. Все, кто прибыл в Хабаровск и не имеет здесь жилья, в обсерватор без всяких разговоров. Российские ритейлеры на этой неделе проинформировали население о том, что грядет повышение закупочных цен на ряд продуктов питания. Связано это прежде всего с падением курса рубля. В первую очередь в цене подскочит чай, кофе и какао, экспортируемые в страну. Как валютные колебания отразились на стоимости продуктов, узнал Тимур Титов. Союз производителей и поставщиков продуктов питания заявил, закупочные цены на продовольственные товары в стране могут вырасти до 20%. Больше всего придется раскошелиться на консервы, какао, кофе и чай. Как говорится, под шумок. Некоторые точки розничной торговли устанавливают свои цены на ряд продуктов. К примеру, в Кирове известный сетевой супермаркет продает лимоны по 450 рублей за килограмм, а имбирь за 2000. Лимоны стоят 490, у вас вопрос такой? Я бы хотел, чтобы через два дня цены были на прежнем уровне, как были до этой ситуации. Иначе будут масштабные проверки, допустим, антимонопольный комитет, Роспотребнадзор, СЭС. Все будет организован. Вы должны понимать, что не мы цены, то есть офис цены устанавливаем. В Москве ситуация с ценами на лимоны и имбирь тоже нестабильная. Остальных продуктов в избытке. Но уже чувствуется рука коронавируса и падение рубля. Ну, прежде всего, лимон. Это самое такое. Ну, имбирьный корень тоже самое. А почему-то? Почему-то, да. Просто зашел в один магазин, хотел. Мы делаем просто такую в семье настойку. Имбирь, лимон и мед. Перекручиваем это все вместо и вот такое добавляется. То есть давно еще? Ну, конечно, это просто такая. А вот пошли-пошли, смотрим что-то его. Я метерочка, магнит, думаю, ну сейчас вкус вилл, везде пропал. Я хожу в магазин, ну немножко, может быть, может. Витрина полная, главное. Понимаете, нет такого пустой прилавки. В аптеке, да. Цены выросли, в магазине нет. На все. На все продукты, да? Ну да, включая. Основная история с крупами. Гречка? Ну да, ну то есть, смотрите, она стоила если 20 рублей, да, стала 79, например. Набор, сколько там какой-то, там забешанная энергия продается. Ну, чеснок, имбирь и еще что-то входит. Там чуть ли не по тысяче рублей. Это же... Согласитесь? Позолоченные лимоны, бриллиантовый имбирь, повышение цен на чай и кофе люди, конечно, стерпят. Это нам не блокада Ленинграда. Но борьба с коронавирусом оставила многих людей без работы, а, соответственно, и средств к существованию. А это уж посерьезнее, чем отсутствие чеснока. Резкий скачок цен произошел после появления в СМИ информации о том, что именно имбирь, лимоны и мед, а также чеснок якобы спасают от вируса. По-медицинские маски говорить и вовсе не стоит. Они до сих пор в топе самых востребованных народом товаров. Председатель Думского комитета по труду и социальная политика депутат ЛДПР Ярослав Нилов считает, что поставщики попросту решили воспользоваться ситуацией и нажиться на покупателях. Те спекуляции торговые, которые существуют, это следствие, я думаю, не этих фейковых новостей, а это следствие того, что у граждан в целом возрос спрос на эту продукцию, но в том числе, когда обсуждается вопрос употребления этой продукции с точки зрения укрепления организма и укрепления иммунитета. И абсолютно необоснованно завышены были цены, почему это делают сети. Я лично убедился, посетив ряд сетей и видел, как имбирь, который стоил 200-300 рублей, вдруг стал стоить 4 тысячи, 6 тысячи, 2 тысячи. Причем в отдельных магазинах он до сих пор продажает стоить, например, 800 рублей, а где-то он стоит 7 тысяч. Но откуда вот эта ценовая разница, ценовая политика? Здесь очевиден либо сговор, либо желание сетей нажиться, либо желание поставщиков нажиться. Лимоны, которые стоили 90-100 рублей, вдруг стали стоить 500-600 рублей. Причем они от Китая никак не зависят. Лимоны, они поставляются в нашу страну, в том числе и в стран бывшего Советского Союза. Тот же самый чеснок, да, есть чеснок китайский, который тоже подорожал. Мед вообще это отечественный продукт, поэтому его подорожание вообще непонятно. Это все можно объяснять исключительно ростом спроса и желанием заработать. Поэтому мы направили запрос Федеральной антимонопольной службы в Генпрокуратуру. Мы считаем, что должны быть самые жесткие принятые меры для того, чтобы дать по рукам. Начали с поднятия цен на маски и на различные обеззараживающие жидкости. Общество как-то проглотило это, стали покупать даже по большим ценам. Теперь пошли дальше и решили эти горе-коммерсанты наживаться, завышая цены на продукты питания. А завтра они начнут цены на молоко, на хлеб и на все остальное, на все остальные продовольственные товары первой необходимости завышать. И мы получим эмоциональный всплеск, недовольство и раздражение среди наших граждан. Поэтому недопустимо, надо самым жестким образом отреагировать и все это публично продемонстрировать. Дать по рукам надо заранее. На фоне пандемии мер, предпринимаемые государством в борьбе с коронавирусом, растет объем фейковой и недостоверной информации в сети. Это приводит к усугублению психологической обстановки и возникновению паники среди населения. В связи с этим с апреля этого года вступили в силу поправки в уголовном и административном законодательстве, которые ужесточают ответственность за распространение фейков. Ложные новости вы сообщаете. Вам хочется поделиться с кем-то. Они ложные. 10 миллионов рублей заплатите. 10 миллионов. Это квартира хорошая в Москве. Не сообщайте никаких новостей. Забудьте обмениваться информацией про коронавирус, про положение в стране, про морги, про носилки, про умирающих людей. Поэтому для того, чтобы остановить панику, остановить страх. Остановить отрицательное самовозбуждение. Люди боятся. Там болеют, там несут, там то вон. Уже в рефрижераторы трупы загружают. Нет гробов, нету места в моргах, никуда. Скоро будут самолеты сбрасывать. И пароходы будут выходить в море, открывать шлюзы, все это будут выходить туда. Иначе что делать? Это у них. У нас, слава богу, есть места в моргах, в больницах, в поликлиниках. У нас меньше всего умерло. Это достижение. В этом величие страны. Какая там Америка снова великая, вся завалена трупами. И мы направляем самолеты. В Европу скоро направим санитарные поезда. Как вывозить трупы их? Иначе они сдохнут от новых эпидемий. Эпидемия от разлагающихся трупов порождает другую эпидемию. Поэтому эти нормы, ограничения, штрафы, ну например, завышают цену на лекарства. До 500 тысяч заплатите. Еще закрывать будем аптеки. Ну, эти вот все эпидемии, пандемии, они каждые 100 лет. Но вот она пришла сегодня страшная. Поэтому никто не завышает на лекарства. Везде перчатки и маска. Везде. И вновь про дефицит. Дороговизна или отсутствие медицинских масок в аптеках. Резкий скачок цен на некоторые продукты питания. Это, пожалуй, самые популярные на сегодня обращения россиян к депутатам ЛДПР. Представители фракции фиксируют жалобы граждан. И по каждому случаю намерены провести проверки. Богородский район. Спасибо вам за помощь. Пока вы не пришли, ничего не сдвинулось. Ну вот я как могу, так и выезжаю во все регионы. Я курирую Саратовскую, Нижегородскую, Волгоградскую. Я курирую Крым весь. Это и Крым, и Севастополь. И, естественно, Нижегородскую, я уже говорил. И Мурманск. Вот эти регионы я курирую. Почему медицинские маски такие дорогие? Действительно, сегодня зашел в аптеку в Москве. Посмотрел какие-то маски. Называется Лепесток. Маска такая, круглая маска. Ее надо как-то правильно одеть. 300 рублей. Это, конечно, беспредел. И это в аптеке. Такие дорогие маски не могут быть. Красная цена такой маски рублей 15-20. Конечно, здесь наживаются все, кому не лень. И с этим надо будет разбираться. Записывайте все эти аптеки, где появляются такие маски. Мы с удовольствием после всей этой истории с коронавирусом будем разбираться. Со всеми спекулянтами, которые спекулируют на здоровье наших граждан. С удовольствием подключусь к этому процессу. Да и не только в Мурманской области нет масок. И в Москве, и в Нижнем Новгороде. Вообще, на самом деле, ребят, нам надо всем сидеть дома и не выходить. Объясняю почему. Просто цепочку вот этого вируса надо прервать. И 2-3 недели, если все просидим дома, не будем болтаться и ходить нигде. То, естественно, надо ходить в аптеку, естественно, надо покупать продукты. Это ясно. Но старайтесь все-таки, так сказать, и руки мыть, и следить за собой, и от людей подальше держаться. Мало ли что, чем он болеет или не болеет. Может, он скрывает. Может, он ходит, у него температура, никому ничего не говорит. Боится ехать, боится осознаться, что он болеет. Таких людей тоже много. Стихийно распространяющийся коронавирус нарушил планы миллионов россиян. Отменил выставки, закрыл рестораны, фитнес-залы, театры, детские сады и учебные заведения. Из-за пандемии опасной болезни в этом году девятиклассникам придется сдавать лишь два предмета в рамках основного государственного экзамена по русскому языку и математике. Об этом рассказали в Рособорнадзоре. Кроме того, для посещения закрылись даже столичные кладбища. Присутствовать там могут лишь граждане, участвующие в похоронной процессии. Антивирусные меры заперли людей в квартирах. Однако Владимир Жириновский уверен, что скучать дома не придется. Я прошу всех оставаться дома. Это для вас должно быть чрезвычайное положение. В ваших интересах. Вы еще не знаете, что вы уже больны. И вы не заразитесь, но вы заражаете других. Поэтому помнить об этом должны. Из дома не выходить. Дома огромное количество интересных дел. Десятки каналов в круглые сутки. Прекрасные передачи. Ищите по интернету канал ЛДПР-ТВ. 40 тысяч видеосюжетов и десятки тысяч речей в моем исполнении. А весь интернет это вообще. Вы впервые в жизни хоть посмотрите, что такое социальные сети. Ютуб там, Фейсбук там, ВКонтакте. Ну все, все, все они известны. То есть это бешеное количество интереснейшей информации. Для вас это счастье, наконец, спокойненько в течение дня. Вы покушать забудете. Включайте интернет, телевизор, радио. Это поток интереснейшей информации. Желаю вам посидеть дома много-много дней. Выйдьте здоровыми. И хорошо провести лето. Это были основные события уходящей недели. Оставайтесь на ЛДПР-ТВ и будьте здоровы. Прямую трансляцию нашего вещания смотрите на официальном ютуб-канале. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Продолжение следует...